Итак, уважаемые зрители, предоставим на ваше обозрение третью часть нарушения равновесия при нахождении Архимедовой точки опоры. Значит, схема вам известна, показана в первой и во второй части. Сейчас я вам покажу, как именно нарушается это равновесие. Значит, у нас имеются два рычага. Схема крепления показана на рисунке в предыдущих. Самый интересный рычаг это второй, который имеет подвижную точку опоры. Для нас самое главное это приложение сил, моментов сил. К двум точкам двух рычагов, к этой точке и к этой точке, которые равно удалены от оси вращения. И мы сейчас проведем, я вам покажу, как практически это нарушается. От теории поближе к практике. Значит, вот мы, я взял грузик в виде шестеренки и выровнял, поставил рычаги в равновесие. Вот для этого и было сделано, было сделано это отверстие. Сейчас мы на два конца приложим одинаковые грузики. И посмотрим, останутся ли в равновесии у нас рычаги. Как видите, равновесие у нас нарушилось. Возьмем другие, возьмем поменяем местами эти грузики. Чтобы не вышло, как на весах на детском привозе. Опять равновесие у нас нарушилось. Еще раз показываю. Возьмем большие грузы. Вот у нас есть весы. Вот есть две шестерни. Значит, одна из них на один зуб больше. И на... Замеряем. Замерили. Замеряем. Теперь большую. 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 Ставим. Там, большую. Большую. Опять равновесие нарушилось. И не просто нарушилось, а происходит очень сильное давление, сильный удар. Значит, попытаемся поменяем. Проверяем. Вы извините за такие эксперименты топорной работы. Но даже эта топорная работа без подшипников в районе точки опоры этого рычага у нас срабатывает система. Как видите, весим еще один грузик в противовес. Посмотрим опять. И опять у нас нарушается. То есть разница в зависимости от величины грузов. Чем больше будут грузы силы, приложенные на конце рычагов, тем больше будет разница. Ну вот вам и есть уже, можно сказать, тот же самый вечный двигатель. Осталось только приложить пружиной одинаковые силы к этим точкам. И у вас система пойдет. То есть у нас она пошла и у вас она пойдет. Я ничего здесь не скрываю. В данной ситуации, если вы видите, здесь отсутствует кольцо с внутренним зубом и шестеренка. На неподвижной сделано чисто на подшипниках, чтобы для вас показать именно нарушение равновесия. Когда будет иметься здесь кольцо с внутренним зубом и шестеренка, тогда уже показательный вариант будет немного сложнее. Тогда только рабочий вариант, вариант вращения будет показан. Но я вам не буду показывать, ибо моя миссия была для вас, это показать нарушение равновесия системы рычагов Архимеда и ту точку опоры, которую он искал. Он, еще раз напоминаю, он искал эту точку опоры не для того, чтобы перевернуть землю или еще что-то сотворить, а лишь всего-навсего, чтобы нарушить равновесие и получить вечное движение. То есть он хотел изобрести вечный двигатель. Вот в механическом варианте так и получилось. В принципе, эта точка найдена, система нарушена, как вы видите. Притом нарушена, если вы видите, здесь вес дополнительный, больше, чем в той части. А система... Ну и там второй вариант, это противоположную сторону вращения. То есть их всего существует две точки опоры. Те, которые искал Архимед. Ну, теперь осталось вам только внимательно посмотреть и разобраться. Там были вопросы, почему именно она является точкой опоры для рычага. Все, до свидания. Продолжение следует...